И мы продолжаем цикл нашего лектория от Фонда инфраструктурных образовательных программ. И сегодня нашу первую лекцию прочитает Сминкина Любовь Андреевна. Это старший научный сотрудник кафедры медицинской физики, физического факультета МГУ. Верно? Да, все верно. Любовь Андреевна, пожалуйста, вам слово. Ребят, помним, что если вдруг в течение лекции у вас появляются какие-то вопросы, пишите их, пожалуйста, в чат. В конце лекции мы обязательно на них ответим. Точнее, Любовь Андреевна. Все, Любовь Андреевна, вам слово, удачи. Спасибо, спасибо, Анастасия. Добрый день, уважаемые коллеги, ребята, будущие коллеги. Повторюсь, меня зовут Любовь Андреевна Асминкина. Я являюсь сотрудником физического факультета МГУ. И сегодня я вам расскажу, представлю лекцию под названием «Наномедицина. Новые подвиги кремния». Ну, как вы, наверное, знаете, кремний – это основной материал современной полупроводниковой электроники. И действительно в настоящее время тяжело представить прибор, в котором бы не использовались кремниевые технологии, начиная от чипов наших смартфонов и, например, заканчивая солнечными батареями. То есть очень много устройств, техники, в которой используется кремний, кремниевая технология, основанная на кремнии. Но наноформы этого материала открывают еще больше уникальных возможностей его использования. И один из магистральных путей использования наноматериала нано-кремния – это его использование для целей наномедицины. И сегодня в своей лекции я прикоснусь, попытаюсь кратко, но емко рассказать вам, что же такое наномедицина и какие новые подвиги кремния здесь возможны. Ну, давайте я начну с основных определений. Наверное, вы их уже знаете, но, может быть, некоторые ребята еще не знакомы или повторят эти основные определения. И первое определение – что же есть нано? Что же есть наноматериал, нанотехнология? Ну, нано пошло название от греческого нано – скарлик и означает одну миллиардную долю или 10 минус девятую часть чего-либо. Ну, например, по отношению к метру, один нанометр – это 10 минус девятый метр. И сейчас существует огромное количество определений, наноматериалов, определений, что же такое нанотехнологии. Но вот я выбрала одно из них, на мой взгляд, наиболее емкое и отображающее суть. Это определение от нашего соотечественника, к сожалению, недавно ушедшему от нас, академика, профессора и Нобелевского лауреата Жареса Ивановича Алферова. И это определение звучит так. Если при уменьшении объема какого-либо вещества по одной, двум или трем координатам до размеров нанометрогового масштаба возникает новое качество или это качество возникает в композиции из таких объектов, то эти материалы следует отнести к наноматериалам, а, соответственно, технологии, их получение и дальнейшую работу с ними к нанотехнологиям. Вот такое замечательное определение. Ну, так как лекция у меня рассчитана на школьников, давайте себе представим и давайте почувствуем, что же такое наноматериал, что такое наука, которая имеет связь, имеет вот эту нанотехнологию, манипуляцию вот этими наноматериалами. Представим себе в своей руке апельсин. Вот этот апельсин имеет диаметр порядка 10 сантиметров, 10 минус 1 метр. И вот наночастицы размером 10 минус 9 метра по сравнению с апельсином в вашей руке, это все равно, что этот апельсин по сравнению с земным шаром. Вот такие мелкие нанообъекты, такие мелкие наночастицы. Однако эти наночастицы могут обладать уникальными свойствами и оказывать эффекты в том числе и на организм, в том числе и на живые клетки. Итак, наноматериалы – это объекты, характерные размеры которых от единиц до сотен нанометров. Ну, как правило, это 1-100 нанометров. Все материалы размера в этих пределах размеров принято называть наноматериалами. На самом деле вокруг нас огромное количество различных наноматериалов. И эти наноматериалы создаются не только человеком. Очень много наноматериалов, которые создает сама живая природа. Давайте посмотрим на них. Например, вот она шкала. Например, атомы, малые молекулы, имеют размеры примерно такие же, как кристаллическая решетка. Это порядка там от десятых до единиц нанометров. Антитела, протеины. Размеры схожи с размерами углеродных нанотрубок. Это порядка там 2-3 нанометров, единицы нанометров. ДНК. Ну, конечно, не длина ДНК, которая очень большая, а диаметр. Диаметр ДНК – это тоже единицы нанометра. Как правило, это 1-2 нанометра. Рибосомы имеют примерно тот же самый размер, что и искусственно создаваемые в лаборатории квантовые точки. Ну, это могут быть квантовые точки железа или полупроводниковые материалы типа А3В5. Вот они имеют размер до 10 нанометров. До 10 нанометров – это квантовые точки. Вирусы. Материал, созданный живой природой. Вот сейчас у нас пандемия, к сожалению, коронавируса. Вирус – это тоже наночастица. Это тоже нанообъект. И размеры нановирусов, как правило, составляют от 20 до 100 нанометров. Редко встречаются огромные вирусы. Но, как правило, большинство вирусов в этих масштабах, в этих пределах. И размер вирусов уже схож с размерами современных транзисторов. То есть транзисторы сейчас – это 100 и уменьшается меньше 100 нанометров уже. Гены – это уже где-то порядка 200-300 нанометров. Бактерии имеют диаметр порядка, длину порядка 2 нанометров. И уже бактерии по своему размеру схожи с какими-то механическими моторами, электромеханическими моторами, какими-то микрофлюидными ячейками, оптическими и магнитными микросистемами, которые создает человек. Клетка, вот эритроциты, клетки крови, размер порядка 10 микрометров. А у стандартных клеток размер порядка 25 микрометров. Ну и человеческий волос имеет диаметр порядка 100-400 микрометров. Таким образом, видите, что наноматериалы вокруг нас, их может создавать не только человек, но и сама живая природа. Давайте рассмотрим, что же такое наномедицина. И дадим здесь основные определения. Ну, медицина. Медицина – это методы лечения, терапия каких-то заболеваний, которыми болеет человек. И медицина направлена на то, чтобы излечить, да, излечить человека. И стандартные методы лечения основаны на использовании различных лекарств. Но, как правило, лекарства – это очень маленькие молекулы, да. Мы видели это на предыдущем слайде. И, например, при возникновении раковой опухоли, лекарства, цитостатики, как правило, вводятся в кровоток и начинают циркулировать в кровотоке продолжительное время. И вот по мере циркуляции часть лекарств, часть этих мелких молекул маленьких, накапливается в зоне злокачественных новообразований, в раковой опухоли. Но, однако, мы знаем, что стандартные методы терапии онкологических заболеваний имеют множество побочных эффектов, поскольку эти мелкие молекулы могут по сосудам проникать во все органы, во все ткани. И, соответственно, оказывать токсическое свое воздействие не только на зону, там, где оно нужно, это токсическое действие, но и на здоровые клетки, на здоровые ткани. Таким образом, конечно, эффективность лечения падает. Ну и вот есть такие стандартные фильтры в нашем организме, это печень, это почки. И вот эти маленькие молекулы, их циркуляция, как правило, фильтруются почками. Ой, фильтруются, да, фильтруются почками. И выводятся. Таким образом, эффективность этой терапии, она очень, к сожалению, маленькая. Вот. И наномедицина как раз направлена на то, чтобы повышать эффективность современных терапевтических методов. Итак, одно из первых определений, которое было дано наномедициной, это определение профессора Роберта Фрейтеса. Он дал свои книжки, которые так и называются, наномедицина. Это слежение, исправление, конструирование и контроль над биологическими системами человека на молекулярном уровне, используя разработанные наноустройства и наноструктуры. Итак, зачем же нужна наномедицина? Зачем же нужны наночастицы? Ну, в первую очередь, для целей диагностики, повышения надежности диагностических методов. Следующее, для повышения эффективности терапии. И наночастицы, которые используются для целей наномедицины, должны следующими функциями внести и доносить. Это повышение биодоступности используемых методов лечения и препаратов, уменьшение доз, уменьшение токсичности, увеличение специфичности и увеличение стабильности. Вот на это направлена наномедицина. Также наночастицы кумулируются в определенном месте, например, в зоне злокачественных новообразований, в зоне раковой опухоли. Вот есть такой эффект, он называется эффект повышенной проницаемости и удержания. И этот эффект является ключом использования наноматериалов для медицинских целей. И состоит он в следующем. При разрастании... Что такое рак? Это неконтролируемый рост клеток, размножение, пролиферация клеток. Происходит разрастание тканей. При этом разрастание тканей, неконтролируемый, происходит рост также кровеносных сосудов, поскольку эта ткань требует энергии, то есть требует постоянных питательных веществ, кислорода для вот этого своего быстрого роста. Таким образом, в зоне раковой опухоли всегда ведет огромное количество кровеносных сосудов. И так как эти сосуды также очень быстро появляются, очень быстро растут, то в этих сосудах получаются дефекты. А именно вот эти вот стенки кровеносных сосудов, эпителиальные клетки стенок, между этими клетками начинают образовываться поры. И вот размер пор между этими клетками как раз те самые 100-200 нанометров. И это дает возможность наночастицам, которые введены, вводятся в кровоток, проникать сквозь эти поры в кровеносных сосудах, в стенках кровеносных сосудов и аккумулируется в зоне, где есть такие-то раковые новообразования. Вот это ключ нано-материалов. Их используем на нано-медицине. Итак, давайте посмотрим, что же происходит. Например, мы взяли наночастицу, напитали эту частицу лекарством и вводим в кровоток. У нас эти частицы начинают циркулировать в кровотоке и вот из-за вот этого эффекта повышенной проницаемости и удержания наночастицы аккумулируются в зоне, где есть раковая опухоль. Но также тут работает естественный фильтр организма. Теперь это уже не почки, потому что наночастицы это 100 нанометров в отличие от мальдерфолда, которые имеют размеры до единиц нанометров. Но такие 100 нанометровые частицы аккумулируются в печени. И печень здесь выступает в роли естественного фильтра. То есть часть частиц действительно проникает и аккумулируется в зоне злокачественных образований, но часть частиц фильтруется с помощью печени. Тут уже, конечно, эффективность лечения увеличивается на порядок по сравнению с стандартными методами терапии. Однако надо идти дальше, надо еще повышать эффективность. И вот здесь приходит на помощь активная доставка наночастиц. Когда поверхность наночастиц модифицируется, векторизируется с помощью каких-то векторных молекул, которые осуществляют направленную доставку их в те или иные клетки и позволяют этим частицам сцепляться как ключ-замок с поверхностью этих клеток, аккумулируется на поверхности клеток и воздействует соответственно только на эти клетки. Таким образом, при этой активной доставке преимущественное накопление частиц происходит именно в зоне злокачественных новообразований. Эффективность терапии при активной доставке наночастиц ученые исследовали в 2-3 раза больше, чем эффективность терапии при пассивных методах доставки наночастиц в данном случае. Сейчас действительно огромное количество работ, огромное количество различных лабораторий во всем мире используют различные типы наночастиц для целей нано-медицины. И вот эти наночастицы конечно же могут иметь различный размер, сделаны могут быть из различных материалов. Вот наиболее популярные указаны здесь это углеродные нанотрубки, различные частицы металлов, дентимеры, полимерные частицы, частицы на основе гидроделий, конъюгаты протеинов с лекарством, тоже такие агломераты в форме наночастиц, липосомы очень популярны и твердотельные наночастицы, поверхность которых как правило покрывается какими-то биополимерами. также эффективность терапии зависит не только от размеров, не только от материала использованного, но показано зависит от формы наночастиц. Показано, что те или иные клетки заглатывают в себя, в те или иные клетки проникают с большей вероятностью те или иные частицы той или иной формы. То есть например некоторые клетки преимущественно накапливают в себе частицы в виде таких нанотрубок или нанонитей и другие сферические частицы. То есть это тоже все изучается. Ну и конечно изучается поверхность, влияние поверхности, влияние состава поверхности, модификации поверхности на эффективность доставки наночастиц в то или иное в нужное место организма. Итак, вот на данном слайде я привела основные примеры использования наноматериалов в биомедицине. Это люминесцентные биологические метки, доставка лекарств и генов, обнаружение патогенов, обнаружение белков, зондирование структуры ТНК, тканевой инженерии, уничтожение раковых клеток, разделение очистка биологических молекул и клеток, усиление контраста МРТ. Ну конечно этим не ограничивается и еще огромные огромные возможности различных наноматериалов в медицинских целях, которые и все новые возможности открываются сейчас. Ну давайте посмотрим лекарства, которые уже прошли клинические испытания, которые уже можно сейчас купить в аптеке, даже в онлайн аптеке. Вы можете зайти в онлайн аптеке, набрать эти названия и вы увидите, что эти лекарства доступны. Первое из таких лекарств это доксил. Доксил это липосомальная форма доксорубицина. Доксорубицин это стандартный цитостатик, который очень-очень уже долгое время используется для терапии различных форм рака. И вот если это стандартное лекарство доксорубицин загрузить в липосому, размер которой составляет порядка в диаметре 100 нанометров, то эффективность этого лекарства показано увеличивается на несколько порядков. Доксорубицин это водорастворимое лекарство, но некоторые формы рака нечувствительны к этому лекарству и проявляют чувствительность другому лекарству, которое является неводорастворимым, называется поклитаксил. И вот это лекарство уже достаточно тяжело использовать само по себе в чистом виде, поскольку оно вызывает негативные токсические эффекты и плохо нерастворимая плохая его циркуляция в кровотоке. И вот было найдено решение, ученые сделали коньюгаты поклитаксила с альбумином, альбумин это белок крови, и потом образовались такие агломераты. Размер этого агломерата тоже порядка 100 нанометров. И вот это лекарство называется Абраксан и сейчас оно широко используется для лечения достаточно многих эффективного лечения достаточно многих форм рака, видов рака. Также широко известны и выведены на рыбну нано лекарства под названием феридец. Это лекарство основано на наночастицах магнетита фером 3 о4 наночастицах оксида железа, которые покрыты декстраном, это тоже биополимер, для повышения их биодоступности. И вот эти частички используются для, поскольку они феромагнитные, они используются для усиления контраста магнито-резонансной томографии. То есть вот на данном слайде вы видите фотографию магнитно-резонансной томографии, МРТ, и вот даже маленькое новообразование здесь удалось диагностировать с помощью вот этих вот наночастиц, с помощью вот этого препарата феридец. И на самом деле, если посмотреть вокруг, если вы даже дома у себя возьмете тюбики с зубными пастами, с шампунями, с какими-то кремами, почитаете состав, то вы удивитесь, как много продуктов вы найдете, что используются те или иные нано-материалы, те или иные нано-частицы. И вот на данном слайде в таблице я привела вам компании, которые выпускают, где используются технологии наноматериалов, которые уже коммерциализованы, которые уже используются. Ну, как видите, для доставки лекарств, это, как правило, полимерные частицы в, опять же, зубных пастах, МРТ, какие-то дезинфекторы, да, которые тоже на основе нано-частиц. Дальше для целей фармации, антиметурные препараты, доставка лекарств. Очень много в солнцезащитных кремах очень часто используются нано-частицы. То есть, на самом деле нано-частицы уже вокруг нас и нано-частицы все больше и больше, все активнее и активнее используются нами. Ну, вот, поскольку сейчас фактически наблюдается настоящий бум в использовании нано-частиц и наноматериалов для целей косметологии, для целей медицины, то возникла такая новая наука, которая очень актуальна сейчас и очень востребована, и она называется нано-токсикология. Ну, и, соответственно, из названия видно, что эта наука изучает токсичность наноматериалов. То есть наноматериалы, опять же, повторюсь, обладают уникальными свойствами, но эти же уникальные свойства могут приводить к особенной токсичности наноматериалов, такой, которая не проявляется у того же материала, но и в его объемной форме. Например, вот широко известный пример, это американец Паул Карресом, он использовал нано-частицы серебра, занимался, скажем так, домашним самолечением, лечил дерматит коллоидным серебром, который синтезировал у себя на кухне. Процесс синтеза коллоидного серебра достаточно простой, и действительно его может освоить любой человек. И вот он принимал коллоидное серебро и, к сожалению, вот заработал болезнь, которая называется аргирия, это откладывание частиц серебра в тканях, и из-за того, что частицы серебра производят ионы, обладающие огромной окислительной активностью, вот эти ткани приобретают такой голубой окрас. И, конечно, это говорит о очень-очень большой токсичности этого материала при нано-серебра, при его пролонгированном использовании. то есть как-то одномоментное использование можно добиться желаемого терапевтического эффекта, но если этот наноматериал использовать долго, то возникают пролонгированные токсические эффекты. Было показано также пролонгированное токсическое действие наночастиц золота. К сожалению, золото является биоиннертным материалом, и оно обладает уникальными свойствами плазмонными. В наномедицине часто используется для гипертермических эффектов, его активации светом, то есть нагрев локальный этих частиц, что казалось бы очень перспективно и можно использовать, но до сих пор ни один препарат на основе золота не прошел клинических испытаний, не вышел на рынок, не используется, потому что наночастицы золота, здесь вам показана диаграмма различных размеров с различной эффективностью, аккумулируется буквально во всех органах, и в мозгу, и в легких, и в сердце, и в печени, и в слезенке, и так далее, и в желудке, в тонком кишечнике, и, к сожалению, эти частицы не выводятся, то есть они после терапии навсегда остаются с нами, и также могут нести пролонгированные токсические эффекты, поскольку часто они проникают внутрь клетки, и более того, проникают в ядроклетки, и могут вызывать мутации ДНК при телении клеток и так далее, вот, поэтому, к сожалению, нано препараты на основе золота не прошли, не вышли, не прошли клинические испытания, не используются, и также повторюсь, что официально отмечу, что официально запрещено использование ФДА, это Федеральное Огентство по контролю распространения лекарств в Америке, запрещено использование наночастиц коллоидных серебра для цели лечения, поэтому тоже будьте аккуратны, и смотрите как бы содержание своих как бы тюбиков зубной пасты, вот серебро часто у нас зубной пасты используется, таким образом актуальным в настоящее время является поиск наноматериалов, которые являлись бы биосовместимыми, еще бы лучше, если бы такие материалы биодеградируемые, то есть введение в живой организм, они бы оказывали свои терапевтические какие-то функции и потом саморастворялись до каких-то тоже нетоксичных материалов, потом хорошо бы эти частицы методы синтеза этих частиц были доступны таким образом, чтобы можно было получать большое количество этого наноматериала и использовать этот наноматериал в качестве лекарства. Возможность функционализации поверхности очень важна, да, вот этими векторными молекулами, которые обеспечивают векторную доставку наночастиц. Потом, чтобы эти частицы обладали функцией доставки лекарств, диагностическими функциями и поиск методов активации внешними какими-то физическими или химическими воздействиями терапевтических свойств наночастиц. И вот в своей лаборатории на кафедре я занимаюсь именно вот таким материалом, который объединяет в себе вот эти все перечисленные очень полезные и привлекательные свойства. Этот материал называется кремник. Сейчас я вам расскажу о уже своих исследованиях о этом материале. Впервые наноматериал наноструктурированный кремний, который называется пористый кремний. Это кремний, в котором образуется нанопоры. Сейчас я припажу микроскопию. Вот такой пористый наноматериал был получен Улером и его женой в 1955 году. Они занимались полировкой пластин кристаллического кремния в ячейке с плавиковой кислотой, пропуская импульсы тока. Известно, что плавик кислота взаимодействует, растворяет оксид кремния, СО2. И вот они производили полировку пластин кристаллического кремния. И заметили, что на поверхности образуется какая-то пленка. Они это увидели по интерференционным эффектам, которые возникают в этой пленке. И были очень удивлены, но микроскопия, к сожалению, в то время была еще не сильно развита. Но со временем развития микроскопии ученые увидели, что на поверхности кремниевой подложки кристаллического кремния образуется пленочка пористого кремния. И вот в своей лаборатории я делаю практически то же самое. Я занимаюсь электрохимическим травлением пластин кристаллического кремния и получаю пленки пористого кремния. При при этом очень интересно то, что варьируя параметры вот этого электрохимического травления, а также варьируя параметры удельного сопротивления кристаллических кремниевых подложек, которые я использую в качестве подложек для получения вот этого наноматериала, я могу варьировать параметрами получаемых наноструктур. Например, я могу получать мезопористые пленки, то есть вот такие пленочки, размер пор, в которых порядка 10-15 нанометров. Я могу получать макропористые пленки, у которых видите, какие огромные поры уже, размером больше 100 нанометров и вот такие квантовые фактически нити кремниевые образуются. Дальше эти пленки легко измельчаются, как правило мезопористый кремний мы измельчаем в шаровой мельнице и образуются наночастицы и вот эти наночастицы уже имеют размер порядка те самых там 60-80 100 нанометров. И что важно и что очень полезно для дальнейшего использования терапевтического использования в целых медицины этих частиц, что вот эти частицы полученные из пористого материала сохраняют свою пористую структуру. Вот здесь видно, под микроскопом нам повезло, что одна частичка рассыпалась ее часть и видно, что эти частички состоят из мелких нанокристалликов. Размер пор, как правило, оценивается с помощью метода изотерм адсорбции десорбции инертных газов. И вот здесь представлено распределение по размерам пор таких частицах и видно, что размер пора составляет порядка 15 нанометров. Вот этот размер, он очень хорош для загрузки лекарств, потому что я вам рассказывала, что многие лекарства это как раз молекулы лекарства имеют размер где-то единицы нанометров. Таким образом, вот этот пористый материал, как губку, можно напитывать различными лекарствами. И также этот материал кремниевые наночастицы фактически прозрачен в области биообъектов, то есть он фактически не поглощает, он поглощает только ультрафиолетовое излучение, а волны больше 500 нанометров спокойно он пропускает, что тоже очень важно. Далее в своих работах мы решили увеличить монодисперсность получаемых наночастиц, то есть у нас чтобы не был большой очень разброс по размерам, а получались преимущественно наночастицы одного размера и упростить метод получения этих частиц мы попытались и модифицировали процесс электрохимического отравления таким образом, что мы использовали импульсы тока различной плотности, то есть основной импульс был тока с плотностью 80 мА на квадратный сантиметр, образовалась такая мезопористая пленка, а потом мы увеличивали плотность тока до 400 мА на квадратный сантиметр и образовывалась такая вот структура очень-очень высокой пористости и потом помещали вот эти пленочки в стандартную ультразвуковую ванну и измельчали и как бы преимущественно измельчение у нас происходило в зоне, где была высокая пористость, таким образом мы получали фактически монодисперсные наночастицы, размер которых был там порядка 200 нанометров и также мы проверяли размер пор, которые получались в этих частицах, он составлял тоже порядка 10 нанометров. Таким образом мы получали пористые наночастицы кремния, которые есть по сути структуры, состоящие из пор и кремниевых нанокристаллов. Размер этих кремниевых нанокристаллов тоже можно оценить с помощью различного метода. Вот здесь в темном поле мы оценивали по картинам просвечивающей электронной микроскопии и размер кремниевых вот этих нанокристалликов, из которых состоят частички, это как правило 2-4 нанометра. То есть это по сути кремниевые квантовые точки. Затем мы показали способ активировать люминесцентные свойства получаемого материала. Ведь очень важно, чтобы эту частицу можно было использовать для целей диагностики. как бы первая самая простая диагностическая возможность это если эта частица светится при облучении лазером, например. И вот мы показали, что с помощью простого химического метода окисления этих наночастиц в бараде можно менять размер вот этого кристаллического ядра размер этого кристаллического ядра как раз ответственный за эффект фотолюминесценции поскольку при фотовозбуждении возникают экситоны электронно-дырочная пара в мелких нанокристаллах вследствие квантово-размерного эффекта и эти экситоны могут аннигилировать излучательно со спусканием кванта света. Вот она появляется в фотолюминесценции. И таким образом отисляя наночастицы уменьшая размер вот этого кристаллического ядра мы можем активировать фотоалюминесценцию. То есть фотоалюминесценция при уменьшении ядра разгорается. Но конечно можно уменьшить это ядро таким образом, что оно полностью как бы исчезнет, перейдет все в оксид кремния СО2 и вот мы нашли способ восстанавливать этот процесс просто используя лимонную кислоту добавляя его мы видим что люминесценция этих частей стабилизируется. И что очень важно что эти суспензии получаемые кремних наночастиц светятся очень-очень ярко квантовый выход люминесценции здесь достигает порядка 40% то есть фактически как лампочка эти частички светятся. И конечно их использовать для цели диагностики для цели диагностики в том числе раковых клеток это очень перспективно я вам это покажу. Следующий метод получения наноструктурированного материала это металлоскурмулированное химическое травление этот метод был предложен в 2002 году китайским профессором Пенгом он показал также очень простой и воспроизводимый метод получения когда на поверхность кристаллического кремния высаживаются частички серебра частички серебра являются коллектолизаторами химического травления там где есть наночастицы в растворах плавиковой кислоты и перечиси водорода образуются поры под ними а стенки это кремниевые остаются стенки не пропоренные которые являются кремниевыми наномитами и вот в моей лаборатории мы также получаем такие наноструктуры в виде кремниевых наномитей причем здесь тоже интересно что варьируя параметрами вот этого отравления металлостимулированного химического отравления можно задавать параметры получающихся наноструктур можно получать кремниевые наномити не пористые можно получать кремниевые наномити пористые можно играть с пористостью этих наномитей то есть возможности они очень интересны И очень, как бы, ну, фактически безграничны. И вот эти нанонити показаны, конечно, пористые гораздо интенсивнее, чем непористые светятся, из-за того, что на непористых нанонитах поверхность наноструктурированная, да, содержат вот эти квантовые точки, люминицирующие кремниевые нанокристаллы. Ну и, соответственно, у пористых нанонитей их нанокристаллов много, они во всем объеме. И вот здесь вы видите фактически лейбл МГУ и ПХТ, это Институт фотонных технологий в Ене, в Германии, у наших коллабораторов, где вот я впервые получала вот такие вот люминицирующие кремниевые растворы из люминицирующих кремниевых нанонитей. И ИТЭП, это наши коллеги из Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской Академии Наук в Кущино, которые проводили биологические исследования с полученными наноматериалами. Вот вы видите, что прекрасно светятся вот эти наночастицы, полученные измельчением нанонитей. И также вот они имеют пористую структуру, вот эти вот пористые нанониты. Размер пор порядка 10 мм, то есть можно их спокойно загружать различными лекарствами. На этом слайде я объединила просто, чтобы вам наглядно продемонстрировать процесс от кристаллического кремния до коллоидных растворов кремниевых наночастиц. То есть электрохимическое отравление кристаллического кремния, металлостимулированное химическое отравление используется. Получаются пористые пленки, либо пористые кремниевые нанонити, которые затем можно измельчать в ультозвуковой бане или механически планетарной шаровой мельнице. И получать суспензии кремниевых наночастиц. Затем можно суспензии кремниевых наночастиц седиментировать, центрифугировать или фильтровать, чтобы получить коллоидные растворы кремниевых пористых наночастиц, состоящих из наночристаллов и фор. И вот эти уже коллоидные растворы кремниевых наночастиц используются для медицинских целей. Ну, соответственно, чем еще интересен этот материал кремниевых наночастиц, тем, что поверхность его достаточно легко функционализировать и покрывать различными векторными молекулами, различными биополимерами, чтобы увеличивать время циркуляции этих частиц в крови, увеличивать вероятность аккумуляции этих частиц преимущественно в нужных клетках, нужных тканях. И вот нами тоже было показано, что в данном случае это, например, биополимера дегстрана, что эти наночастички покрываются легко дегстраном. Здесь данные динамического света рассеяния, распределение по размерам частиц. И в результате получается такая структура типа ядро-оболочка, где ядро это есть наши кремниевые наночастички, и оболочка это биополимер дегстран. При этом не происходит драматического изменения размеров наночастиц. То есть такие частицы мы затем использовали для целей терапии, я вам покажу. Ну и что важно, тем, что эти наночастички сохраняют свою пористую структуру, состоят из вот этих гвантовых кремниевых точек и пор. И могут быть использованы как носители для доставки лекарств. Ну, первое, да, что какие эксперименты надо провести с частицами, если мы хотим эти частицы использовать для целей медицины, это изучить токсичность частиц. И в наших исследованиях, и исследованиях наших коллег, сделано очень много сейчас работ, проведены исследования цитотоксичности наночастиц инвитра, то есть в пробирке, в чашке Петри, их воздействие на различные типы раковых клеток. Но для фактически всех типов раковых клеток было показано, что эти частички фактически не обладают токсическими эффектами вплоть до очень-очень высоких концентраций. Это полмиллиграмма на миллилитр. Полмиллиграмма на миллилитр – это очень густая вот такая вот суспензия, очень густая. То есть даже такие огромные высокие концентрации наночастиц кремния, пористого кремния, не оказывают губительных цитотоксических свойств на клетки, на живые клетки сами по себе. Это очень важно, что сами по себе эти частички не являются токсичными. Также в экспериментах инвива, это уже эксперименты с животными, было точно также показано отсутствие токсических эффектов наночастиц. Также при введении внутривенным частичек, это нашей коллеге, группа профессора Сейлора из Америки, было показано, что частички аккумулируются. Вот здесь была, кстати, пассивная доставка частиц. Аккумулируются даже с пассивной доставкой преимущественно в зоне привитых раковых опухолей. Вот эти частички иллюминицировались, светились, да, и возможно было их диагностировать. Вот. И также, что уникально у этих частиц было показано, что со временем у нас у подопытных животных и опухоль уменьшалась, и эти частички исчезали, да, то есть они растворялись. Вот эта уникальная способность была показана частиц пористого кремния к биодеградации, то есть введение в живой организм эти частички биодеградируют, растворяются, и продуктом растворения является нетоксичная кремниевая кислота. Дальше я вам тоже покажу уже наши исследования. И вот здесь вот на этой картиночке видно, что частички аккумулируются преимущественно в злокачественных тканях, да, в раковых опухолях, и вот в здоровых, в клетках здоровых тканях фактически не аккумулируются. Здесь, в России, вот мы с нашими коллегами-биологами проводили исследование пролонгированного токсического эффекта наночастиц кремния. Здесь частички вводились мышкам внутри брюшина, и было исследовано вплоть до семи поколений, да, мышей, как вот на следующее, следующее, следующее потомство мышей воздействуют наночастицы. И, к удивлению наших коллег, которые занимались сюда материалом типа асбеста и видели ужасные токсические эффекты, здесь они пытались что-либо найти, но ничего не нашли. То есть они не выявили никаких токсических эффектов при введении этих частичек в дозе 50 мг на килограмм массы тела. Это тоже очень большие концентрации. Таким образом, вот этот нано-материал кремний, он является и биосовместимым, и биодеградированным. Теперь же, как же его можно использовать для терапевтических целей? Сейчас я вам это также покажу. Но для начала покажу, как можно использовать эти частицы в диагностике. Поскольку я вам показала уже выше, эти частицы обладают люминесцентными свойствами, и максимум люминесценции, фотолюминесценции частиц приходится на красную область спектра, то есть эти частички светятся красным, то можно их диагностировать по этому красному свечению внутри клеток. Например, с помощью люминесцентной конфокальной микроскопии. Это стандартная методика, которая используется учеными-биологами. Вот на данном слайде продемонстрированы различные типы клеток и различные типы наночастиц кремниевых, люминесцирующих наночастиц, которые вводились внутрь клеток. Вот это наночастички на основе микропористого кремния. Видно, что вот эти вот красные споты, это и есть наночастички, они аккумулируются преимущественно в цитоплазме клеток. Эти частички, которые получены измельчением нанонитии, также аккумулируются в цитоплазме. Вот эти частички получены из перфорированных слоев кремния. Вот тут прям красивейшая картина, также аккумулируется в цитоплазме. Ну и, соответственно, в контрольной группе клеток не было вот этого красного свечения, что нам дает понять, что действительно то, что мы наблюдаем красное свечение, это действительно свечение от кремниевых наночастиц. Ну и также существуют другие оптические неинвазивные методы, не только линейной, но и нелинейной оптики. Например, когерентное тистопсовое растение света, двухфотонная люминесценция, которая также нам дает возможность диагностики наночастиц из-за их уникальных оптических свойств, диагностики этих наночастиц в живых клетках или живых тканях. Вот на данном слайде вверху это показано, конфокальная микроскопия высокого разрешения. Вот тут, к сожалению, только при большом увеличении видны, здесь мы использовали очень-очень-очень малые концентрации наночастиц, и мы диагностировали даже эти малые концентрации частиц внутри клетка. На данном рисунке подсказано изображение клеток, построенным восстановлением сигналов комбинационного или рамоновского растения света. И здесь тоже видно присутствие наночастиц. Вот об этом я вам дальше более подробно сейчас расскажу. Итак, наночастицы, кремния, пористые. Эти наночастицы можно использовать для доставки лекарств. То есть, когда мы вводим эти наночастицы в клетку, лекарство начинает выходить из клетки. И мы диагностировали в своем исследовании вот этот процесс выхода лекарства из наночастиц и последующего биодеградации, последующего растворения этих наночастиц оптической методикой комбинационного или рамоновского растения света. Действительно, каждая молекула, каждый наноматериал и вообще материал имеет свой уникальный спектр комбинационного растения света. Ведь комбинационное растение – это не релеевское растение света, но свет рассеивается на молекулах вещества или на кристаллической решетке. И у каждой молекулы свой уникальный спектр. Такой уникальный свой спектр имеет лекарство-титостатик доксорубицин. У него рефлексия в комбинационном растении спектра, в спектре КРС, на этих частотах наблюдаются пики поглощения. У кремния свой пик поглощения. Таким образом, мы можем восстанавливать изображение клеток, восстанавливать изображение кремниевых наночастичек внутри клеток, восстанавливать изображение лекарства, которое вышло из этих наночастиц и находится также внутри клеток с помощью вот этого комбинационного рассеяния света. И вот мы показали, что в течение 12-24 часов наночастицы проникают внутрь клетки и аккумулируются в цитоплазме, происходит выпуск лекарств из этих наночастиц. И затем при пролонгированном дальше исследовании, то есть вплоть до 13 дней, 2 недели мы ждали, мы увидели уменьшение интенсивности, уширение и затем пропадание полного сигнала от наночастиц, от кремния, что говорило нам о растворении этих частиц после того, как они уже выпустили лекарство и находились внутри клетки. Таким образом, у нас получается наноконтейнер на основе кремниевых частиц, который сам по себе не является токсичным, доносит до клетки лекарства, выпускает его, клетка погибает, если это раковая клетка, она погибает, и дальше кремниевые частицы не наносят пролонгированных токсических эффектов, они растворяются. Также в своих работах мы показали, что можно управлять вот этой скоростью биодеградации наночастиц. Ведь не всегда удобно, чтобы материал, который введен в кровоток, растворился очень быстро. Или наоборот, при каких-то методах терапии важно, чтобы этот материал донес свое лекарство и сразу быстро растворился. Сразу быстро его не стало, чтобы не было никаких пролонгированных токсических воздействий и так далее. Но каких-то там еще дополнительных функций. И мы показали, что если полученный кремниевый материал подвергать процессам сушки различные, это сушить наночастички на воздухе или сушить в сверхкритических условиях в жидком СО2, то можно добиться изменения размеров вот этого кремниевого кристаллического ядра таким образом, что одни из наночастиц будут быстро растворяться, при введении в живые ткани буквально в течение суток полностью исчезать. А другие наночастицы будут оставаться очень долгое время и можно проводить терапевтические какие-то активации этих наночастиц еще и еще и еще раз. Когда используют... Очень сейчас много лабораторий во всем мире используют нано-контейнеры для доставки лекарств. Различные типы нано-контейнеров. Но очень важно ответить на вопрос, что же происходит дальше с клеткой, когда уже этот нано-контейнер доставил лекарства и как умирает эта клетка. Ведь есть несколько путей развития гибели клеток. И вот нами было проведено исследование совместно с нашими коллегами из факультета фундаментальной медицины группой профессора Бориса Леонидовича Животовского, который изучает механизмы апоптоза клеточной гибели. Это программируемая клеточная гибель. Нами было проведено исследование, что же происходит дальше с клетками. Итак, на самом деле, очень много механизмов клеточной гибели известно уже ученым, но основные два – это апоптоз и некроз. Апоптоз с греческого приводится как листопад, это регулируемый процесс, и все клетки в нашем организме со временем умирают вот по этому самому механизму апоптоза. То есть гибель клеток по механизму апоптоза, она не опасна для хозяина, и, как правило, невозможность участвовать в клетке в апоптозе снижает эффективность лечения, то есть оказывает сопротивление лечения. Во время апоптоза клеточная мембрана, она остается целой, неповрежденной, а затем клетка распадается на такие вот апоптатические тельца, и эти тельца очень легко фагоцитируются и выводятся из организма. Другой механизм гибели клеток – это некроз, от греческого – мертвый, или омертвение, это уже патологический процесс, и он выражается в местной гибели тканей в живом организме в результате какого-либо повреждения. И вот этот, конечно, некроз – это нежелательное, нежелательное развитие гибели клеток, нежелательный механизм при терапевтическом лечении для использования нано-медицине. И вот нами было показано, что наночастички кремния, загруженные лекарством, различных концентраций, могут приводить к развитию пути гибели клеток как по механизму апоптоза, так и механизму некроза. Вот здесь на картинках сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии как раз вы видите, как клеточка покрывается такими пузырьками патетическими. Вот они тут хорошо очень видны на просвечивающей электронной микроскопии. И затем вот эти части клеток легко фоцитируются и выводятся. Также, так как я работаю на физическом факультете, то мы ищем различные пути активации, физические пути активации наночастиц. И вот это первое наше исследование, которое было сделано, мы показали, что кремниевые наночастицы можно использовать как сенсибилизаторы синтетного кислорода или как фотосенсибилизаторы. Вот на данном слайде представлен спектр фотолюминесценции кремниевых наночастиц. И мы заметили, что в атмосфере кислорода интенсивность спектра падает. И также максимум этого спектра сдвигается в область больших энергий. И вот если построить вот эту функцию тушения, ну фактически поделить вот этот спектр на этот и единица минус вот эти вот спектры, то мы получим следующую функцию. И видно, что максимум энергии как раз в области 1,6 электронов вольт. Вот эта энергия, нам так повезло, она как раз необходима кислороду, если он переходит из своего основного триплетного в возбужденное симплетное состояние. Таким образом, вот мы имеем наночастичку, облучаем ее квантом светом, в частичке образуется электрон-тырочный пара, эксетон. Этот эксетон может аннигилировать излучательно, да, в испускании квантов света, но если есть молекула кислорода на поверхности частичек рядом, то она дает эту энергию кислороду, и кислород переходит из своего основного триплетного возбужденное симплетное состояние. И вот это свойство нами было предложено впервые и использовано для уничтожения раковых клеток, ведь во всех клетках есть кислород, да, это само собой. Вот, и мы вводили наночастицы в клетки, облучали их белым светом, ртутной лампой, и смотрели, наблюдали темновую токсичность и токсичность при освещении. И вот нами было показано, что темновая токсичность при там 120 минутах освещения остается, частицы сами по себе не токсичны в темноте, но при включении света начинал генерироваться симплетный кислород и возникала токсичность наночастиц. Вот, таким образом мы впервые показали, что кремниевые наночастицы можно использовать для цели терапии, активируя их светом, то есть эти частицы выступают в роли фотосенсибилизаторов. Но мы знаем, что свет проникает в органы не очень глубоко, да, вот если мы возьмем обычный фонарик на нашем сотовом телефоне и прислоним его к пальцу, да, мы видим, что свет проникает где-то сантиметр и вот тут мы уже не можем просветить, да, вот ладонь уже не просветим в отличие от пальца. Таким образом, методы терапии, основанные на фотовозбуждении, они эффективны только при лечении, если это рак каких-то поверхностных форм рака, да, ну вот хорошая картинка демонстрирующая, да, вот насколько глубоко может проникать свет лягушка, которая залезла на елку и вот проглотила лампочку. Мы ищем другие, другие волны, да, другие физические воздействия. Первое, на что мы обратили внимание, это ультразвуковые волны, ведь ультразвуковые волны используются для диагностики, наверное, вы все были в УЗИ, в кабинетах ультразвуковой диагностики, и можно фактически полностью этими волнами просвечивать человеческое тело, диагностировать те определенные органы, или вот эмбрион, например, при беременности, да, наблюдать за развитием эмбриона, и это очень, как бы, эти волны являются тоже терапевтическими, то есть сами по себе эти волны не оказывают никакого губительного воздействия на живой организм. Таким образом, мы взяли нетоксичные кремниевые наночастицы, вот эти вот тоже нетоксичные, можно сказать, терапевтические ультразвуковые волны, и постарались их совместить, и посмотреть, что же происходит при совместном действии наночастиц и ультразвука. Первым делом мы провели модельные эксперименты, и увидели, что при введении в водные суспензии наночастиц происходит уменьшение порогов кавитации, то есть кавитация, это когда мы долго воздействуем интенсивным ультразвуком на суспензию, то происходит образование и слопывание пузырьков в этой суспензии. И мы увидели, что в присутствии кремниевых частиц кавитация наблюдалась при меньшей интенсивности к ультразвуках. Затем мы провели эксперименты инвитров, проверки, где мы воздействовали, подобрали такие волны ультразвуковые, такие частоты терапевтические и воздействовали именно клетки, показали, что сам по себе ультразвук не вызывает токсических эффектов. Но когда мы воздействовали ультразвуком и наночастицами вместе на эти клетки, то есть эти клетки были введены сначала на на частицы, а потом проводилось ультразвуковое воздействие, мы видели, что клетки у нас погибают, то есть уменьшение выживаемости клеток, при этом 20 минут такого воздействия приводило к полной гибели, полному уничтожению клеток. Затем были нам проведены эксперименты инвива с мышками, мы вводили внутривенно наши частицы, частицы аккумулировались в зоне, где была заранее привита опухоль и проводили также ультразвуковое воздействие. И вот здесь видно, что сами по себе наночастицы, вот эта зеленая кривая, никоим образом не воздействует на мышку, то есть не идут к каким-то токсическим эффектам, то есть опухоль размножалась и росла и росла дальше, так же, как и в контроле. При облучении ультразвуком рост опухоль тормозился примерно в два раза, но при совместном действии ультразвука и наночастиц, рост опухоли тормозился где-то в пять раз. И причем этот эффект сохранялся после облучения, вот эта нулевая точка, это время облучения, потом мы следили за ростом опухоли. Таким образом мы показали, что кремниевые частицы можно использовать как сенсибилизаторы ультразвука или соносенсибилизаторы. Затем мы подумали, какое еще физическое воздействие можно оказать наночастицы, чтобы их какое еще физическое воздействие можно сенсибилизировать с помощью наших частиц. И вот некоторые наши студенты, аспиранты посещали такие кабинеты УВЧ-терапии, где используются электромагнитные высокочастотные волны. Эти волны тоже терапевтические, они оказывают такую функцию щадящего разогрева тканей, в основном постных тканей. И мы решили использовать также вот эти волны и посмотреть, что же происходит при сочетанном действии вот этих волн и наших наночастиц. И как физики мы, конечно, провели сначала модельные эксперименты, проверки. Мы взяли суспензию просто водную и увидели, что очень слабый разогрев чистой воды. Но если в воду мы добавляли наши частицы, то мы увидели колоссальный рост температуры этой суспензии со скоростью 11 кельвинов в минуту. То есть за 4 минуты у нас суспензия догрелась до 50 градусов. грубо говоря, через 8 минут у нас суспензия с кремлью частицами начала просто кипеть. И мы были очень, конечно, удивлены, поражены и решили использовать также вот этот эффект разогрева суспензий наночастиц в электромагнитных терапевтических высоточествованных полях для уничтожения клеток. Вот нами были проведены эксперименты, мы брали наночастицы, вводили их в клетки и затем облучали в высокочастотном электромагнитном поле и показывали, что у нас при определенных длительностях и определенных воздействиях определенных царатских частиц происходит полное уничтожение клеток. Также нами были проведены эксперименты с животными, инвивоэксперименты и было показано, что сам по себе электромагнитные волны не влияют на рост опухоли, но в присутствии наночастиц рост опухоли существенно ингибировался. И почему же это происходит? Мы тоже находим объяснение этому эффекту. В данном случае это выделение джоуевого тепла при биодеградации наночастиц, образуются ионы кремниевой кислоты, возникают локальные токи при воздействии этих высокочастотных электромагнитных полей наночастиц и происходит их локальный разогрев. Причем до очень-очень высоких температур. И конечно вот этот локальный разогрев является губительным для клеток или для тканей, в которые введены наши кремниевые наночастицы. Но здесь я вам немножко уже заканчиваю, немножко прикоснусь сейчас к использованию наночастиц для борьбы с бактериями, с борьбы с вирусами, это уже последние слайды. Но если наши наночастицы, как я уже говорила много раз, не оказывают никаких убитых действий на клетку, бактерия, она имеет более плотную оболочку, убить бактерию гораздо тяжелее, чем убить живую клетку, то само собой наши частицы никоим образом не воздействуют на бактерии сами по себе. Однако можно использовать тоже физические методы активации наночастиц, в данном случае мы использовали ультразвук и показали, что вот эти чашки Петра сфотографированы в те колонии бактерий после воздействия, показали, что сами по себе наночастицы опять же повторюсь не воздействуют на бактерии, сам по себе ультразвук также не убивал бактерии, однако при совместном использовании наночастицы ультразвука происходила полная гибель бактерий, полное их уничтожение. И это происходило потому, что частицы аккумулируясь на поверхности бактерий, в той зоне, где аккумулируются наночастицы, при воздействии ультразвука начиналась вот эта самая кавитация, образование и схлопывание пузырьков, пробивалась мембрана бактерий, да, и таким образом бактерии фактически лопали, становились нежизнеспособны и погибали. Вот. Вот таким образом нам был показан антимикробный эффект кремниевых наночастиц соносенсивилизаторов ультразвук. Ну, сейчас очень актуальны всякие исследования с вирусами, и мы тоже проводим такие исследования, и тут тоже мы показали уникальные свойства наших пористых наночастичек по отношению к различным типам вирусов. Вот здесь поставлены картинки, специальные картинки просвечивающие электронные микроскопии вируса гриппа. Ну, на самом деле, коронавирус вы, наверное, уже видели в интернете, тоже фактически похоже очень у него изображение. То есть, каждый вирус содержит вот такую капсидную оболочку, да, в коронавирусе коронавирус, это коронавирус, еще больше коронавируса, чем у вируса гриппа, и вот эту капсидную оболочку, они белки, которые векторное сцепление этих вирусов обеспечивают спектр. и мы, какие исследования проводили, мы смешивали наши частички с вирусами, видели образование агломератов, то есть, наши частички буквально облепляли поверхность вирионов, это отдельные вирусные частички, таким образом наши частички блокировали гликоплотеиновые рецепторы на поверхности вирусов. И вот такой вирус уже не обладает заражающей активностью. И мы проводили эти исследования по отношению к различным типам вирусов, это и вирус гриппа, и полиовирус, и вирус западного Нила, и ВИЧ даже, и везде видели снижение заражающей способности вирусов после взаимодействия с нашими наночастичками. Но таким образом вы видите, что это только часть подвигов нано-кремния, которые он совершил, но еще больше подвигов впереди, и еще больше открытий ждет нас. И вот если вам интересно, если вы хотите принять участие, то приходите к нам в лабораторию. Мы находимся в Московском государственном университете. Моя лаборатория называется лаборатория физических методов биосенсорики нанотираностики. у нас молодой коллектив, много аспирантов, много студентов. Мы интенсивно работаем, публикуемся и будем рады новым заинтересованным ребятам. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Любовь Андреевна. Ребят, может быть, у кого-то есть вопросы? У нас буквально 2-3 минутки осталось. Я изменяю. Все в порядке. Все очень безумно интересно. Спасибо вам большое за лекцию. У нас есть несколько вопросов в чате. Любовь Андреевна, может быть, вы сможете сейчас открыть чат? Если вы наведете на экран, там есть такое окошко, называется чат. Если вы пролистаете наверх, там ребята 3 человека задавало в процессе лекции вопросы. Может быть, вы что-то прокомментируете? То есть наноперепараты на основе золота могут вызывать рак? Действительно, да, при пролонгированных токсических эффектах, к сожалению, это так. Повторите, пожалуйста, как пористые кремнии с лекарственными препаратами вводят в организм? Можно вводить интертурморально, можно вводить внутривенно. Интертурморально это, соответственно, непосредственно в опухоль. Но любое лекарство, которое мы используем, оно, как правило, вводится внутривенно. И это лучший способ введения, да, потому что опухоль при интертурморальном введении возникает нарушение астматического давления внутри опухоли, что может привести к метастазированию. Поэтому все препараты, которые проходят клинические испытания, вводятся внутривенно. Так, фотоалюминесцентные свойства используют для наглядности. Фотоалюминесцентные свойства используют, во-первых, для диагностики, да, во-вторых, для активации, для фотосенсибилизации, да, если бы не было фотоалюминесцентных свойств, то невозможно было бы активировать, возбуждать активные формы кислорода, да, и, соответственно, терапевтическое воздействие. Вот, надеюсь, что ответила, да. Вот, еще Ваня пишет, то есть они являются контрастом? Да, да, это фактически контрастный агент, да, так и есть. Все, ребят, больше нет вопросов к Любове Андреевне. А я могу вас попросить вернуть предыдущий слайд еще на всякий случай с вашими, с Инстаграмом, с контактами. Так, сейчас. Да, вот. Вот. Ребят, можете сделать скриншот, если хотите, вот, или там сфотографировать, чтобы у вас контакты остались, и в любом случае потом, в любом случае потом эту лекцию мы также... Да, также, если у вас есть аккаунт в ВКонтакте, да, то там тоже можно нас найти. Наша группа называется «Нанокремний в каждый дом». «Нанокремний в каждый дом». Да, там студенты, аспиранты выкладывают интересные заметки, интересные картинки о конференциях, об их исследовании. Так что, все присоединяйтесь. спасибо вам большое. Было очень, мне кажется, интересно. Вот. И, ребят, сейчас нужно будет всем выйти из этого кабинета и каждому пройти по новой ссылке, потому что нас там уже ждет следующий. ребята, огромное спасибо за интерес. Всем до свидания. Спасибо еще раз. До свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания.